Здравствуйте. Спасибо, что пригласили эндоскопистов на таракальную секцию. Это так нам льстит и дает надежду думать, что вы относитесь к нам не только как к диагностам, но и к хирургам. Позвольте предоставить вашему вниманию доклад на тему эндоскопического удаления новообразования и пищевода. Мой доклад будет состоять из двух частей. В первой части я расскажу о удалении образования слизистой оболочки, в второй части — удаление подслистых образований. В структуре онкологической патологии рак пищевода составляет 3% от всех злокачественных опухолей с тенденцией к снижению. Во всем мире в течение одного года регистрируется порядка 5,2 миллионов случаев смерти от злокачественных опухолей, и рак пищевода причиной 900 тысяч из них. Это заболевание, отличающееся высокой смертностью. Около 70% больных умирают в течение первого года после постановки диагноза. Ни для кого не секрет, что чем раньше стадия заболевания, тем лучше медианы выживаемости. Соответственно, только ранняя диагностика может существенно улучшить показатели выживаемости. В чем проблема ранней диагностики? Это не только недостаточное оснащение эндоскопических кабинетов. Это еще и фактор, что глаз эндоскописта, как правило, захватывает экзофитные опухоли, а большинство ранних образований пищевода имеет плоскую форму. В связи с чем увидеть во время эзофакоскопии такие опухоли, можно только при тщательном осмотре. К тому пример пациента, который год назад поступил к нам в отделение. Если можно, видео включите. Средняя картинка – это видео. Пациент поступил к нам из поликлиники по месту жительства с направительным заключением 6-мм образования в средней трети пищевода. При контрольном осмотре у нас в институте, кроме этого 6-мм образования, еще 6-сантиметровый плоский очаг, который занимает 2 трети пищевода, после биопсийного исследования оказалось, что это умеренно дифференцированная аденокарцинома. Если это видео не запускается, ничего страшного. Это ничего, я вам следующее, если что, скажу. Мне бы только переключить теперь. Спасибо. Почему не надо видео? Здесь есть его эндоскопическая картинка. В белом свете просто очаг гиперемии. В НБА очень четко видно демаркационную линию. Злокачественное образование в пищеводе всегда имеет очень четкую демаркационную линию. Всегда эндоскопист видит нормальный микрососудистый рисунок и патологический микрососудистый рисунок. Если можно, видео это. Хрущ. Нет, это диссекция. Еще одна. Тоже пациентка. Год наблюдалась. Это последняя наша пациентка, с которой мы выполнили диссекцию по поводу раннего рака. Год наблюдалась с рефлюксозофагитом в поликлинике по месту жительства. И только через год после абсолютно непомогающей рефлюксной терапии каждые три месяца получала осмотр. И только через год эндоскописты взяли биопсию по месту жительства и получили аденокарциному. Я могу переключать? Спасибо. Такой есть рутинный метод исследования, уточняющий диагностики как хромоскопии 2% раствора люголя. В нашем институте он не используется ввиду того, что у нас есть эндоскопы с высоким разрешением и с функцией так называемого narrow band imaging. Это осмотр в узком спектре, NBI. Для чего все эти узкие спектры, high definition? Для того, чтобы видеть микрососудистый рисунок. Существует множество классификаций микрососудистого рисунка. Мы пользуемся вот этой классификацией структуры IPC или intercapular papilar loops, где мы можем не только дифференцировать воспалительное это заболевание в пищеводе или злокачественное, но и если это злокачественное образование, по степени трансформации капилляров мы можем еще до получения гистологической верификации и после операционного материала понимать, какая будет глубина инвазии. Для чего нам нужно понимать дооперационно, какая у нас глубина инвазии? Риск лимфогенного метастазирования напрямую зависит от глубины инвазии опухоли. По данным международных рекомендаций, эндоскопическому удалению подлежат high-grade дисплазии внутрислизистый рак Т1А, не выходящий за мышечную пластинку слизистой. Однако до сих пор остается дискутабельный момент по поводу внутрислизистого рака, который распространяется ниже мышечной пластинки слизистой, и подслизистого рака, который вырастает в подслизистый слой менее чем на 200 микрон. Мы эти образования удаляем. Мы считаем их удаленными радикально, если нет таких плохих прогностических факторов, как низкая дифференцировка, лимфовускулярная инвазия. В нашем институте есть отработанный алгоритм обследования пациентов. Мы находим эпидолиальное новообразование, верифицируем его как злокачественное и отправляем пациента на компьютерную томографию грудной и брюшной полости с внутривенным контрастированием. После компьютерной томографии, если, по ее данным, опухоль не выходит за пределы стенки пищевода, мы выполняем эндоскопическую литра directly. Если это Т1А или Т1Б опухоль, то есть если это внутрислизистая опухоль или опухоль с инвазией в подслизистый слой, мы выполняем эндоскопическую диссекцию в подслизистом слое. Если опухоль прорастает глубже, мы направляем пациента на хирургическое или химиолочевое лечение. Есть два основных метода удаления новообразования пищевода эндоскопические. Это колпачковая резекция и эндоскопическая диссекция в последствиям слоя. Я заранее оговорюсь, мы всегда выполняем эндоскопическую диссекцию в последствиям слоя. Почему? Потому что колпачковая резекция позволяет единым блоком удалить только опухоли меньше 1 см. В нашей практике не встретилось ни одной такой. Если опухоль больше 1 см, это происходит так называемая P-smill резекция. Это резекция не единым блоком, а пофрагментарная. Соответственно, ни один морфолог не может нам сказать, радикально мы пролечили этого пациента или нет. А вот теперь видеохрущ. Видеофрагмент будет демонстрировать эндоскопическую диссекцию в последствиям слоя. Первый этап – это разметка образования циркулярно, отступая от границы опухоли не менее чем 3 см. Затем по наружным границам метки выполняется круговой разрез. Затем после выполнения циркулярного разреза выполняется сам этап диссекции в подслистом слое. Вот этот голубой слой – это подслистый слой. Очень многие хирурги считают, что подслистого слоя в пищеводе нет. Нет, он есть. Опухоль отекается полностью. Извлекается из гистологического исследования. Послеоперационный радон тщательно осматривается на предмет перфорации или кровотечения. После того, как мы удалили образование, нужно понять, удалили мы его радикально или нет. Для этого нужно иметь грамотного морфолога, который все те позиции, которые здесь предоставлены на этом слайде, вам расскажет. Обязательно должно в морфологическом заключении содержаться степень дифференцировки. Обязательно должна указываться глубина инвазии. Если это инвазия в подслистый слой, без указания, сколько микрон, это не радикально пролеченный рак. То есть обязательно должна указываться глубина инвазии. Лимфоваскулярная инвазия должна быть обязательно. Ну и, конечно, границы опухоли. Вертикальная и горизонтальная, положительная они или отрицательная. Вот так выглядит опухоль в базальной мембране слизистой. Наши результаты. Всего нами было прооперировано методом эндоскопической диссекции в подслистом слое. 29 пациентов, 22 из них был плоскоклеточный рак у семи аденокарциномы. Все опухоли были удалены единым блоком. Радикально было прооперировано 26 пациентов, это 90%. У нас не было ни одной перфорации, что касается интероперационных осложнений. У нас было одно отсроченное кровотечение, которое точно так же было остановлено эндоскопически без конверсии доступа и помощи хирургов. И что касается послеоперационных осложнений, у нас случилось три структуры. Две из них после циркулярного сечения слизистые, одно после трех четвертей окружности. Слева картинка – это осмотр после циркулярного сечения через 6 недель. Справа через 6 месяцев пациент получал регулярные сеансы бужирования. Через 6 месяцев опухоль встала именно на тот диаметр, который устраивал его для того, чтобы он принимал ту пищу, которая ему нравится. Для нас мы можем провести любой эндоскоп, который нравится нам. Это что касается эпителиальных образований. Удаление подслизистых образований. В нашей клинике делается так называемая подслизистая эндоскопическая туннельная резекция. Submucosal tunneling endoscopic recession – STER. Безопасный ли этот метод и какие показания для него? Что касается безопасности, есть очень много статей, приводящих в пример то, что STER, так называемая туннельная резекция, является более безопасной по сравнению с видеоторакоскопией. Ввиду более короткого времени операции, меньше интероперационной кровопотери, более короткого койка дня и меньшей цены самой манипуляции. Есть исследования 80 пациентов, которых выполнялась туннельная резекция по поводу подслизистых образований пищевода. С наибольшим диаметром до 2,5 мм, единым блоком было удалено 97% всех опухолей. Осложнения были зарегистрированы в 9% случаев, все они были разрешены эндоскопически. Во время среднего периода наблюдения тоже зарегистрировано ни одного рецидива, что говорит о некой безопасности этого метода. Но, если можно, видео... Дайте вспомнить. Подслизистая. По поводу безопасности. Если вдруг видео не запустится, скажу сразу. Нами было выполнено подслизистые иссечения. Нет, это не оно. Что? Двухрядный шов. Спасибо. Вашему вниманию предоставляется видеофрагмент. 2,5 см подслизистые образования в пищеводе. Сделали туннель в подслизистом слое, дошли до образования и видим, что оно напрямую... Вот снизу это слизистая, сверху мышца. Снизу оно полностью... Оно не исходит из слизистой, оно исходит из мышцы. А со слизистой оно просто интимно спаяно, невозможно его удалить, не повредив слизистую. Удалили, соответственно, извлекли образование. Перфорация – это полностенное удаление. Мы зашли в плеверальную полость, посмотрели на орту, посмотрели на трахею. Зашили это все двухрядным хондоскопическим швом и через 7 дней спокойно выписали пациента в удовлетворительном состоянии. Все хорошо у него. Можно дальше? Когда мы говорим о подслизистых опухолях в пищеводе, мы в первую очередь говорим о доброкачественных леомиомах и злокачественных гастроинтестинально-стромальных опухолях, джестах. Джесты в пищеводе находка редкая. Я дальше предоставлю наши данные. У нас всего два джеста в пищеводе. Но есть сообщения, где джесты встречались в 30% случаев. Это много. Верифицировать без операции леомиомы, это доброкачественный или злокачественный джест, можно только выполнить в тонкоигольной аспирационной биопсии под УЗИ-контролем. Почему это не очень комфортный для нас метод верификации? Потому что около 50% материала не информативный, а из тех 50%, который оказался случайно информативным, в 94% весь диагноз носит лишь предположительный характер. То есть не удалишь, не узнаешь. Наши результаты. За три года последних мы сделали 11 туннельных резекций. Все образования были удалены единым блоком. У нас не было ни одного осложнения, если не считать того, такого напряженного момента с полностенной резекцией. Время операции составило 41,86 минут в среднем, около 50. Методика туннельной резекции позволяет с минимальной операционной травмой удалить достаточно крупные подслистые опухоли пищевода. Показаниями к эндоскопическому удалению подслистых образований пищевода очень ограничены и окончательно не определены. Спасибо за внимание. У кого будут вопросы? Очень интересное видео вы показали. Последнее я даже перепугалась, который там был клипса на всем пищеводе. Как вы это делали? Там была контрастная жидкость. Как вы были уверены, что это закрыто все? Потому что такого рода осложнения надо бояться, конечно. Вы сказали, что выпустили через неделю. Домой выписали. Спасибо за вопрос. На следующий день. Можно я так все так, я сам хотел задать этот вопрос. Почему даже не вопрос, а прокомментировать. У Марины Валерьевны все так хорошо. А у нас 7 дней было очень пристальное наблюдение за этим пациентом. Я понимаю, озабоченность для всех в зале, которые находятся. И сразу была рентгеноскопия, и на следующий день рентгеноскопия. И наблюдение за компьютерной томографией. Мы наблюдали и смотрели, нет ли медиаснит, не развивается ли медиаснит. Плюс лабораторные анализы. Не так все просто. Все, раз и все. А вот у меня вопрос все-таки, Марина Валерьевна. Скажите, а вот для подслистой резекции показания не определены, но все-таки размеры максимальные, которые можно предложить пациенту подслистую диссекцию на сегодняшний день. По международным гайдлайнам, по размерам нет ни одного международного гайдлайна. Все статьи сходятся, все публикации сходятся только в одном. Обухоли меньше 2 см мы наблюдаем, больше 5 см удаляем. А вот что делать 3-4, 2,5, 4,9, никто не знает. И никто внятно это не говорит. Мы удаляем опухоли до 5 см. Мы удаляем те опухоли, которые позволяют нам извлечь глоточный сфинктер. Если это круглая опухоль, а круглое образование 5 см, да, скорее всего, мы даже не пойдем на него. Мы его ищем, это все будет очень красиво, но оно останется в пациенте. Это все. Если это продолговатое вытянутое образование 5 см в длину, да, почему нет? У меня еще один вопрос. То, что вы делаете, это все хорошо, конечно. Но если у вас возникают осложнения, если вы чего-то повредите, тогда вам в целом ряде случаев нужно прибегать к операциям. А такие операции, срочные операции, ургентные операции, должны означать, что у вас должно быть место в операционной, чтобы все это сделать и наладить очень быстро. У вас хорошие связи с хирургами, так, чтобы предупредить их. Вот завтра у нас может оказаться сложный случай, поэтому всех надо предупредить и подготовиться. Мало ли чего, на всякий случай. Ну, в Германии мы все делаем сами, но всегда возникает проблема, и надо все прекращать, все бросать и заниматься этим пациентом. У нас большая дружная семья, хирургическая, эндоскопическая, диагностическая. У нас все пациенты проходят через отделение Евгения Владимировича Левченко. Ни разу он нам не отказал в помощи, ни в помощи подстраховать, ни в помощи, ребята, давайте я помоюсь. Но, слава Богу, мы его пока не обременяем. И все-таки подслизистый слой, если охвачен пламенем, в контакте метастазирование в 15% случаев бывает. Все-таки, я думаю, что ваша стратегия и тактика… Наша стратегия и тактика, если это инвазия в подслизистый слой больше 200 микрон после гистологической верификации, это операция. Относительно меланомы у нас один был случай, когда мы нашли первичную меланому в пищеводе. Не знали мы, что это первичная меланома в пищеводе. Приехал к нам пациент из откуда-то с диагнозом эпителиальное образование пищевода с, насколько я помню, с варикозно расширенными венами по периферии. Никто оттуда биопсию не брал ввиду опасности возникновения кровотечения при биопсии. Ну, так, честно говоря, мы на это образование посмотрели, 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 думали, а чего щипать, давайте диссекцию сделаем. Сделали диссекцию, увидели, что это меланома, Евгений Владимирович его потом прооперировал удачно. Уже, да, да, да. Но это единичный случай, к сожалению, мы не можем отследить статистику, правильно ли у него все и как это должно быть по-настоящему, но пока живет, его снидует. Что вы трактуете как осложнение? Вот данный случай, который вы провели, вы трактовали как осложнение? Нет. А какие еще осложнения у вас встречались? Это либо интероперационное кровотечение, выраженное, требующее конверсии доступа, либо это перфорации. Встречались ли у вас? Перфорации не одной, как я показала, кровотечения были, но это незначимые кровотечения, стандартные кровотечения при диссекции, не требующие даже клипирования послеоперационного. — А сейчас вы говорили о том, что вы вошли, посмотрели о перфорациях. — Я сказала перфорация. — А, это я говорила о чем? О подслистых или о новообразованиях пищеводов, ну, эпителиальных. Вы уточните, если о перфорациях, конечно, да, у нас такая... Мы трактовали не как перфорацию ее, а как изначально полностенное удаление. То есть не стерризекция, а полностенное, да. Спасибо, что уточнили. — So, one question is, how do you define perforation? — It is so difficult... — Как вы определяете перфорацию? Если вы проводите компьютерную томографию, как вы определите перфорацию? — Байлайном перфорацию можно поставить, только выполнив компьютерную томографию. Выполнив компьютерную томографию, мы ставили перфорации пациентам только тем, кому мы изначально... То есть мы делали компьютерную томографию, изначально подозревая, что у нас есть какая-то перфорация, вот как у человека с полностенной резекцией. Да, то компьютерная томография, рентгеноскопия, любой метод диагностики покажет наличие воздуха в пелевральной полости. И я хочу обратить внимание, все эти операции проводятся только на СО2-энсуфляции. Это только СО2. Ни один адекватный и любящий себя и пациентов-эндоскопист не пойдет работать в пищевод на воздухе. В связи с осложнениями, какой стандарт наблюдения этих больных? То есть рентгенография сразу на следующий день или вечером уже, как вы их наблюдаете? Существует какой-то стандарт, в общем-то? Стандарта, как и такового, не существует. Если пациенту прошла операция без всяких накладок, мы не делаем рентгеноскопию на следующий день. Если у нас есть какие-то вопросы, то, естественно, у нас и в этот, и на следующий, и каждый день, и как надо. У нас нет таких данных в гайдлайнах, нигде не прописано по подслистым образованию, если это подслистые образования, как нужно ввести этих пациентов в послеоперационном периоде, стоит ли им обязательно выполнять компьютерную томографию или рентген. В гайдлайнах везде прописано только стандартное наблюдение. Это все. В гайдлайнах это еще не стоит? Ничего не стоит. Именно поэтому мы его делаем, когда у нас какие-то вопросы. В гайдлайнах написано, что наблюдать надо как надо. Да. Как доктор прописал. У кого еще есть вопросы? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.